Даша, ну поближе к нам подходите, дайте пускай фотографируй и записывайся. Вова, идите сюда. Только я тогда подойду там, сяду поближе. У вас-то нет ничего записывающих? Да, вот сюда садитесь-то, мне легче. Повышу, я сяду на полу. Нет, нет, не повышу или нет. Я у ваших ног, как долго молит. Нет, нет, я не могу так. Я тогда тоже на пол, сяду. Ладно. Чтобы рядом было, разговаривать. Я когда в залах, где проповедуют, прошу всех поближе подойти. Подожди, грань какая? Можно спрошу? Один вопрос. Вот 300 тысяч ниван, или вы раздали, это за сколько? За два с половиной года. За два с половиной года? Тридцать, 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 тридцать. Мы в каждый дом, 56 сел обошли, в каждый дом заходим, приглашаем, даем Евангелие, а то приходит Новый Завет. Это отдельное село, какое было бы, мы идем, и идем, и идем. Потом мы здесь собираем дом культуры, перед ними выступаем, говорим о Христе и отправляемся дальше. Мы шли только по воскресеньям. В этом году мы решили приобрести транспорт, и увеличили сразу в шесть раз благовестие. Значит, разговор зашел об Ораде. Поршу не отвлекаться, система серьезная, и она немаловажная. И сотворил Бог мужчин и женщин. Вы это верите? Если где не верите, я скажу не по слову Божию, ты покажи знак. Все на этом закончилось. Кто дал бороду мужчине? Бог. В каком возрасте? Когда он мужа, это называется муж. Женщине не дал. Если у женщины растет борода, все понимают какие-то гормоны, там общие половые клетки, и не туда пошло. Нормальный мужчина, это с бородой мужчина. И чтобы это было видно, я показываю, когда разговариваю с ней, вот сидит Карл Марк, этот, Фридрих Энгельс, у него рот даже не видно. Ничего не постригалось. Карл Маркс повеньше. У Ленина одна бородка, у Сталина одни усы, а у Крущева даже наговорили человеку. И все друг за другом идут. Логика. Теперь у меня журнал. Журнал называется Баптист. Большой журнал такой. Он размером большой, но тоненький. 1906 год. Сидят вот так вот у руководителя, а молодежь на полу. Все одного с бородами. И вот мы собрались по Малладаре, меня пригласили там провести беседы, и там был Карл Станиславович Сидлецкий. Это муж благословения Божий. У Баптиста, присиди. И вот я знаю Павла Сидлецкого в Омске. А может быть, Боротьё, я не знаю. А это Карл Станиславович. Это Павел Карлович. А может быть, даже на 4-м. Я говорю, скажите, вот если бы мы, то есть вы бы оказались сейчас в 1906 году, вот эти ваши братья, а старики там по 70 лет все бритые. Я говорю, вы бы стали брить? Они говорят, нет. Теперь дальше. Вы поступаете по стихии мира, а не по Христу. Вот это слово их резануло. А по Карл Станиславовичу, говорит, братья, вы думайте, что здесь говорится сегодня? Это нам никогда не опровергнут. Значит, мы соглашаемся. В 1906 году мы с бородами. А уже в 1956 все без бороды. Где логика-то? И Бог один, и Бог приходил спасать душу, но не тело нам переделывать. Ухо на это место, а нос на это место. Все остается так же. Теперь, я говорю, знаете, у Якова была дочь, и она была любопытная. Пошла посмотреть. А ее сихем, сын Эморов, снасильничал. И написано, и она была очень обесчищена. Обесчищена? Ну что такое девушка честь? Девушка-то девственница. А дальше, другой случай. Умер царь Наз, и воцарился Амнон, его сын. И Давид посылает к нему слуг. А там еще и сказали, они пришли, вы смотрят только, а это не настоящее. И взяли, половину бороды и остригли, считали, и отправили домой. Давиду донесли. Ну, они не виноваты. У них, на сюрпризе, половину бороды и остригли, потому что она была бородами. У вас взяли, что потом остригли, когда еще нет, ты сам ее остриг. Вот. И Давид их не пустил, а сказал, сидите в Верихоне, это город проклятия, там написано. Пока не отрастет борода. Видимо, каждый день мерили. И написано, слуги были очень обесчищены. Дина была изнасилована только обесчищена, а здесь очень. То есть, это больше, чем плотское изнасилование. Вот и все. Согласно Слову Божию. Опровержайте. Дальше. Дальше. Смотрите. Словарь. Берем библейский словарь. Почему никуда не садиться-то? Садитесь. Садитесь, садитесь. Библейский словарь. Изданный неправославными. Я не знаю, кто там не написан. Ну, видимо, как называемые евангельские христиане. Что они были дуэты? Их баптисты не забрали. Христос с бородой был. А нам кому подражать? Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я, Христу. Павел был с бородой. С бородой. Христос с бородой. А пророки? Все с бородой. Нет. Ну, насчет Павла только вопрос. Насчет Павла, что с бородой или нет? Да. Потому что я видел картину. Да вы картинки ни одной не найдете. Даже у баптистов. Даже фильм показывает Деяния апостолов. И везде... Не наш фильм. Фильм протестантский. Смешно было бы, если апостол брился, когда это был раввин. Бывший раввин. Они волосинки не трогали. Значит, вопрос с бородой решается кардинально. Бритву выбросить, шнур обрезать, на что-то другое. Не пойдете на это. Нужен решительный шаг. Когда Серафиму Саровскому подошли братья, мы сказали, почему ты вот сумел, а мы нет. Он говорит, решимости не хватает. Вы руководитель. Там пастор, как называетесь. Вот в войну американцы сделали такое исследование. Убили командира во время войны. Ну дальше, что делать? И вдруг сержант выскакивает и повел в атаку. А лейтенант сидит в окопе. Он сзади пошел. Почему? У лидера, оказывается, стали исследовать. Должно быть шесть качеств. Так, убери, а ты будешь по пальцам загибать. Пусть будет поддерживать. Юноша, подойди, подержи. Папа запомнит, когда пальчики стали загнеть. По порядку, начинаем. Аккуратно. Первое. У лидера должно быть развито воображение. То есть, ты должен знать, чем тебе сказали ехать сюда. Ты сразу прикидываешь, я еду туда, у меня шестеро ребятишек, денег нет, там продам, не продам. как это будет, все, что ты рассказываешь. У тебя воображение, и воображение поставило тебя на колени. Воображение открыло глаза твои для звездных ручьев. Ты должен до конца просмотреть, а будет у тебя не шестеро, а пятнадцать, и ты будешь работать как волк. И ты обязан, ты должен до конца смотреть, не просто ребенок появился, а где-то поставить предел этому, или уже работать, говорится, на трех работах. Воображение. Второе. Знание. Знание дела. Ну, чем ты занимаешься? Допустим, строитель. Тебе нужно знать, как это сделать, где достать, какой цемент, как привезти, какой транспорт. Это знание. Третье качество, умение. Одно дело я знаю теоретически, так виртуально. Другое дело, я должен мастеров держать в руках, я должен вести порядок, здесь мое хозяйство, я ему сегодня говорю, здесь твое слово должно беспрекословно выполнять. Иначе это просто разобрались люди, потом подрастают, пойдут в мир, тебя будут, Гнать, что угодно может быть, и сегодня все поставь на свое место. А как? Отец это безусловный ты хозяин, такой хозяин, слово которого должно выполняться беспрекословно, при том, эту власть Бог ему дал. Бог. И сами говорят. Игнатья Петрович, вот как он старше, вам объясните, как вот к ним? Очень просто, если он верующий. А он уже веру потерял, но где ты раньше-то был? Когда он поперек лежал, говорит, лавки-то они повдоль еще, тогда надо было учить. Если Игорь Серахову говорит, сокрушай ребро его, пока оно молодо, да будет, сделавшись упругим, оно не восстало на тебя. И не сокрушайся, криким его, Соломон говорит, Ибо ты его накажешь в розговоре, он не умрет. А потом будет благодарен. Вот у меня детский лагерь. Дети совершенно приезжают неизвестно откуда. У меня одно слово, одно движение, все-все выполняют. Не то, что я там диктатор, что над ним. Они любят это. Я им создаю стопроцентную защищенность. У нас нельзя не ругаться, не обзываться. И дети это понимают. Нельзя жаловаться. Нельзя во время игры девочке пальцем прикоснуться. Такое сокровище. Вот что вырабатывается. Но все девочки знают, что мальчик это глава. Мальчик это хозяин. Это слово тверже камня. Он отец. Благословение отца созидает дом. Ты хочешь, чтобы у тебя был дом нормальный? Слушайся отца. Я сегодня говорил. Вы пошли на улицу утром играть. У нас такое правило. У нас иконы есть. У вас, допустим, фестгармония какая. Мама где-то находится. Подойди к отцу к матери. Я думаю, на улицу выйти. Может быть другая вариация. Мы так три поклонок кладем и говорим. Папа, благослови. Бог благословит. Иди. Потому что всюду везде нечистые силы демона. Священноописание нам говорит. Пал с неба великой ярости и горе живущим на земле. Написано. Откровение 12 глава. Ни шага, чтобы ребенок, приходя из школы, он снова подошел, поклонился родителям. Это в Японии так. Все у меня благолучшая мама. Благослови меня дома позаниматься. За каждым делом обращаться к родителям. Они будут чувствовать полную зависимость. Без вашего слова они никуда. Это так принято было всегда в христианских семьях. Я ничего нового не придумываю. А то у нас так всегда делается. Вот в лагере дети приходят на берегу, дети купаются. И там на пирс. Когда пошли из лагеря, они три поклона положили, перехристились. Старшему благословите. А идут с воспитателем. Пришли туда, разделись. С ними воспитатели. С воспитателем. Благословите. Бог благословит. Каждый заходит на пирс, значит начинает купаться. А они ничего не знают приезжать. И мы начинаем с новой стороны не кланяться, не молиться. И каждый день идут занятия. Ему дается определенное занятие, которое он должен делать. Дети каждый день загружены трудом. Не меньше четырех часов. Вот это вот, она у меня будет работать. Она не будет только бегать. И при том будет это делать с радостью. Вот бывает ребенок, ну, придуряется, так скажем. Я, у меня целая система наказаний. Наказаний физических. А каких? Садиться за стол, у каждого должен быть платочек. Потому что у тебя есть нос, и надо потереть. Не руками размазать. Раз, я был. Он переоделся. А вот тополь за 300 метров. Он обязан селить за стол, а он бежит. Сколько он бегает, в рот ему уже не попало. Там второе подойдет. Блюдо. И он бежит, топольный листик сорвал, разово пользование. И ему память пришла через один день. Если он забывает одежду, у вас ребятишки будут, если в другом месте жить. Кто забыл там, ну, на улице играл, забыл. Дежурная собирает и показывает. Чье это? А дети-то знают. А это Аленкина, это Анькина, Нюркина, это Мишкина. Так вот ему надо взять эту куртку, бежать вокруг лагеря, три раза крутить и кричать. Я забываю одежду за станом. А когда он бежит, а в это время все обедают. Он может к чаю поспеет. Все кончилось. Завтра ни одной вещи за станом нигде нет. И родители удивляют, сколько вещей он порастерял, то велосипед на улице. От меня приезжают, все дети все помнят, ни карандаша, ничего не забывают. Мы должны смотреть на эту жизнь, дети, очень серьезно. Нам других условий не будет, кроме тех, какие есть. Вода течет вверх, дым поднимается вниз, а дым поднимается вверх. И мы к этому должны приспособиться. Это я образ говорю. Относительно бороды вопрос сразу снимается с повестки для верующих. Да не верующих, он под стихией мира. Все бреются, и я. Гитлер оставил два пальца. Там у Сталина, у сына, что попало делают. Вот какое оно есть, в каком возрасте, вот оно, видите, Бог дал. Ты посмотри, большая энциклопедия Хо Ши Мин, вьетнамская. У него три волосины, или изобретатель радиопопов, может быть даже четыре волосинки, но они какие есть. Не надо искать красоты человеческой. Бог создатель мой, вот картина Репина, а я подошел бы, начал ее управлять. А это Бог и Его создал. Бог самого меня таким создал. И я благодарю Бога, что я так создал. Я видел людей, которые намного красивее меня. Но я видел людей, которые уродливы меня. И отсюда вывод, я такой, каким себя сделать не мог. И не я себя сделал. Бог меня создал. У нас в семье 10, 5 братьев, 5 сестер. Но вот именно таким меня Бог создал. Что я вылитый отец. Похож на него. Бог дал мне такую же память, как у отца, как говорят. Печатать можно. Я как-то в Майлу друзей приобретал, и нужно напротив каждого 6 кривых цифр разгадать. Я разгадывал 60 тысяч. Это у меня ушло месяц. Почти всех до одного запечатлел. Вещь абсолютно невероятная. В армии человек теряет многое, говорят. Я был, время прошло зря. Я за армию только изучал английский, немецкий, французский. Выступал, проповедь говорил. Бог дает. А потом занялся испанским, греческим. Но когда я уже уверовал, я все оставил. Осталась одна Библия. Но уже Библию я теперь читаю на разных языках. Сравниваю и понимаю. Ни шага в сторону. И где слово Библия? Всегда лучше ставить слово Святая Библия. В английском языке написано Holy Bible. Так? Это Святая Библия. У них на каждой корочке везде написано. Это хорошо. Отец господин в семье. И вот в Японии там такой порядок. Утром встали. Вот ребятишки. Он сын. Она старше дочь. А они ей не кланяются. Она женщина. Но он, он обязан подойти к матери поклониться. У него поклон вот такой. Это доброе утро, мама. К отцу подойдет он. Доброе утро, отец. Это законно. Да. Проклятие матери разрушает дом. Алло. Ну вообще, да. Что ты хотел здесь? Значит, мы отобрали три качества лидера, которые вам нужны. Первое, воображение. То есть заранее я должен охватить все, что возникнет. Слово «проблема» я не люблю и не произношу. Называется «нерешенный вопрос». А это американцы его навязали. Вообразить, как это будет, что будет, как будет сохраняться, как продолжаться, кому передается. Ну, в общем направлении. Потом я еще расскажу о четырех пунктах. Они простые, но их надо знать. Значит, нужно знать, нужно уметь. Вот мы уже, видите, как-то дальше четвертое качество – решительность. И ты решительный человек решил, порвался в Новосибирском, едешь сюда, не побоялся ничего. Это внутренняя решимость. И она у тебя есть. Но вот есть еще пятое качество, которое христианам, кажется, не относится. Это беспощадность. У тебя должна быть беспощадность какая к раздельдяйству, к недержанию слова. Человек в Америке, если пообещал, и он не выполнил, не привел что-то, его все исключают с деловых дел, он прогорит и не будет. А он рассказал, бумагу подписал, махнул. Ты должен быть беспощадным ко всяким недостаткам. Я сказал, так будет. И добейся выполнения его. Или не говори, пусть они творят, что хотят. Ты ему дал задание, пришел. Вот у меня ребенок, он не выполнил. Без обеда. Наказывая тело, Златонос говорит, мы вращуем душу, ибо душа крепко соединена с телом. Ты абсолютный авторитет должен иметь здесь. Слово-то, настолько беспрекословно, не подается ни обсуждение, ничего. Отец сказал. Вот у нас в семье 10 человек. Отец, ну, мы говорим, тятя и мама вместе, они полкласса не кончили. И вот отец пойдет, он коров пасет, а мама на ферме работает. Там 10 коров подоить надо, зерно крутить, отверивать. И дома 10 ребятишек. Бабка там больная. Как правильно? И мать скажет. Вот отец-то пригонит, а вы не выполнили, что он сказал, там, огород полол, каждому две грядки, да, на полгектара там. Мы не знали, что будет. Мать говорит, смотрите, что будет. Что будет, я не знал, но для меня это был сакральный смысл. Это так нехорошо будет, так стыдно. Отец целый день на солнце жарился, а мы то ли сделали, то ли не сделали. Я по сегодняшний день даже не знал, какой смысл мама вкладывала в эти слова, что будет. Ничего не было, отец не наказывал, ничего. Что отец скажет? Жили перед ним благоговения. Отец сказал, я один дома, никого нет. Ну, на мне двое ребятишек, я должен постирать, пеленки сбегать, в окошечко вылезти, ноги спустить, там сбегать. Из печки там хлебы вытащить, а мне самому 5 лет. Ну, ребятишки подряд шли. Их было 12 ребятишек в семье. Но выполнить данные я обязан был, потому что отец сказал. Мама мне сказала, из печки хлебы вытащить надо, но там тяжелые они. Тебе надо, придет тетка Палагея, и она постучится. Ты в окошко посмотри, кто придет, к 5-летнему ребенку. А она пошла, а тетки-то нет, а идет другая тетка, ну, отцу она, тетка. И она говорит, ты зайди там, вытащи хлебы из печи. Она подходит. Я говорю, мама сказала, Палагея придет, а ты Настасья. А она ничего не может сделать, я ее не пущу. Вот, 5 лет. И она тогда говорит, ладно, Игнаша, ты открой заслонку. Она командует, лопату возьми, а лопата деревянная. Так потихоньку подсовывай под хлеб-то. Я делаю. И хлебы вытащишь. Я тащу, и рядом зола гребется. Ну, ты золу маленько отодвини в сторонку. Она через окно смотрит и корректирует мои действия. А сейчас ребенок один, он кого запустит, и ты ушел. Придешь дома, может, нибудь все повытащит. Заложи это основание. И последнее качество, которое очень трудно приобретать, привлекательность. Привлекательность образа. Не в красоте внешней, внутренней. Тебя нету. Но в любом деле, которое ты есть там в общине, ты как бы центр, эпицентр событий. Все говорят, а если бы был здесь Игорь, он как поступил бы? То есть они все время будут сравнивать, приравнивать к тебе. А тебя нет. Это привлекательность. Абсолютно божественный дар. Есть руководители, пять качеств, у него все нормально. Шестой дикак, он суровый какой-то там, там от него все разбегаются. Он беспощадный, может быть, совершенно без причины. Но нужно все делать соразмерно. Вот я строил с ребятишками. Но я когда прихожу, они походят, они души нещают. Я был больной, и когда меня привезли, операции на позвоночнике делали. Я на стройке всю жизнь работал, у меня три грыжи там. Так они ночью не спали, они меня все вышли встречать там среди ночи. Дети. Какое бы дело у них не было, они, каждый бежит, показывает, рассказывает, жалуется. Уезжают когда родители, с родителями дети. Ударят в колокол. Ну, у нас называется столик аналой, на котором считаем Евангелие. Тут стоит крест подальше, а тут колокола разные. Из разной железы. И вот как только ребенок уезжает, родители оставили. Я здесь, родители здесь, а ребенок там, родители как прокладка. Я его спрашиваю. Валера, тебя здесь наказывали? Да, наказывали. Отец или мать стоят, приехали за ребенком. Они справедливо тебя наказывали? Ты должен при всех сказать. Нет, не было. А за что? Да я заматерился. Так мать говорит, да я за ним все время. А сейчас? Сейчас нету. Очень просто. У меня жгучая крапива вокруг колокола растет. Это лучшая помощница. Я эту крапиву сорвал, положил. Провини ртом. Он плачет, он боится. Пакостно, но трясливый. Теперь, а все в это время молятся. Когда я его наказываю отдельно, никто там не видит, я с ним беседую. Я беру этот пучок крапивы, встал перед ребятишками, смотри. Вот эта крапива жгучая, да, смотрите. Я его голым ртом беру, рву, жую и выбрасываю. У меня тоже жжет. Виду не, да, конечно, со смеху покатывается. Никогда виду не дай, что больно. Это канзё японское качество. Никогда не стони. Канзё. Вот у нас ребенка стоматологически поведут. Да уж ты не плачь, я тебе конфетку куплю там или шоколадку. А здесь мать сзади склонилась. И ребенку больно, слезы текут. А она, саке, а где канзё? Он самурай растет. Канзё, канзё, это национальное качество терпения, высшее качество. Вот стоит, говорит, здоровый верзилла, киоск. И он домой не идет, ну пьяный, он колотит в это, люди берут газеты, на него косятся, отходят, к нему они смотрят. А полицию никто не вызывает. Смотрят на него с презрением. А на женщину, которая с уважением, у нее кнопка, она бы надавила, его забрали. Оштрафовали, домой меньше принесет. Значит, у него нет канзё, а у нее есть. Вот и Анна Петровна, которая в киоске, у нее канзё есть. О, хороший человек. И я детям это прививаю. У нас за столом, когда сидят, ни звука, ни один не скажет. Напротив каждого стола, шапочка, дежурный, фартуки. Показали первое, там второе, третье, или это молоко, а также чай принеси, компот. Это вот буква К, по глухонемому. Знаете, у нас глухонемые есть. Дети знают. Легли спать ни одного слова, даже шепотом. И дети привыкают к этому очень быстро. Ну а бывает, что разговаривают. Ребенок бывает, у меня там в палате такие как. А он мне в нижний, внизу лизает, ноги поднял и давай доски качать. А тот захохотал, что-то там взял. Воспитатель подошел, кто смеялся. Никого нет. Выходите всем, одевайтесь. Все выше, чтобы комары не кусали. Два часа. А два часа много. По полчаса. Ему крутик в руки в одном месте, другое в другом. Это нас сегодня охранники. Завтра ему снова ни один больше не смеется. А с этим я могу пойти, беседовать о звездном небе, рассказывать. И дети понимают, он наказан и в то же время получил то, что другие не получили. Вот это шестое качество. Ребенок понимает, что я беспощаден к нарушению устава. И в то же время, в то время, в которое шесть наказаны, я их беру, пошел к озеру, все рассказываю. А они другим потом скажут, а тот готов быть нарушителем, что только. Вот там у меня есть такой ролик Яши, маленький пацаненый, два с половиной года. А я видел его. Видел? Яша плачет. Яша плачет. Как он из матери веревки вьет. Да, показывал. А так пишут, я ему вот эту ровную кружку купила. Все дети перестали плакать. Так вот видишь, как тебе сказать, я не знаю, как у вас там в деревне. Здесь-то, ну, сейчас уже в последнее время стало тяжеловасто. Вот что ты говорил про юниоргинальную юстицию, понимаешь? Они могут отнять всех детей в один день. У любого. Притом не то, что у вас, а у любого. От чрезмерной любви. Нет, вот недавно показывали как раз вот эту ситуацию. То есть вот в этой программе была, пусть говорят. Отняли шесть детей. И он пришел домой, у него просто забрали их и все. Просто приехали, сфабриковали дело, да, что они их не кормят, что они там это хотят. Он говорит, как не кормят? У нас вот, он там аж психует, ну, то есть, правда он неверующий. Он холодильник открывает. Он говорит, посмотрите, вот еда. Вы что, то есть это, дети плачут. Говорят, ну, то есть верните нас. Нам дома было хорошо, все. Сфабриковали дело и нет. Шесть детей собрали. Они, по-моему, ходили, побирались у него, ясно. Это, это опять же они там сочиняли, что побирались. А другие говорят, нет. Да может быть, да. Может быть. Ну вот тоже вот так вот. Но тоже с другой стороны. Как отняли? Ну на каком основании? Ну понятно, это мне, конечно, я не защищаю. Любой вопрос. Вот у меня, когда вы зайдете на сайт, я там отвечаю 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, это энциклопедия. Но все на Слове Божьем. В каждом томе у меня 3000 раз приводятся места священного писания. Притом, не просто приводятся, а прямо текстом. У нас, если нет любви к Богу, тогда мы имеем 10 мнений. Когда мы знаем точное значение Слова Божьего, у нас одно мнение. Мы все одинаково. Мы одинаково понимаем. И тот новый завет, который я вам дал, вас всех поставит в один ряд. У вас не будет. Там дело разваливается. У вас, вы придете к единомыслию по любому вопросу. Вы еще сейчас не осознаете, какое сокровище в ваших руках. Это тысячелетие на этом церковь стояло. И вот когда люди говорят, что это на церковь, вы своим людям скажите некоторые слова. Скажите, подождите. Ты осуждаешь. Ты видишь глазами, вот она православная церковь. Церковь православная это не купола. Это то, что с первого века идет. Вот скажите, вы Библию любите? Ваши люди все скажут любят. И это хорошо. А кто Библию сохранил, когда было книг намного больше? Кто? Церковь Христова. В 324 году канон был установлен. Канон. А там было в то время столько книг и откровений Исаиев. Там чего только не было. Церковь оставила вот эти книги. А Евангелий было около 20. Церковь оставила только 4. Откуда бы ты знал-то? Это церковь. И церковь никакая, это другого названия не было. Каполическая, православная. Она сохранила. И поэтому будь благодарен. Иудеи говорят, преимущество велико во всех отношениях. А наипащий в том, что им верено Слово Божие. Ты же можешь обращаться там грубо. Ну ладно, она стерпит-то. Но есть один момент, ради которого ты не имеешь права так поступать, дабы не было препятствия в молитвах. Ну, она скажет, да я такое дело, тебе завтра не приготовлю есть. Обойдешься. У тебя, смотри, сколько лишнего. У человека должен перегнуть вот так, должен 12 миллиметров быть. А в молитве это вместе-то не будете. Чтобы не было препятствий. И вот это, что не было препятствий, тебя должно удержать от неправильного отношения к жене. Это главное качество. Оно божественное. Я боюсь остаться без молитвы. А если кто-то на тебя гневается, оставь твой дар, иди прежде, берись. В первую очередь, со своими, с близкими, с родными. И так по абсолютно каждому вопросу, какой бы мы ни взяли, он решается согласно Слову Божию. Теперь, вы считаете Евангелие от Матфея, но он уже не на еврейском языке. А кто его перевел? Ну, отвечай, руководитель. Не, но он уже на греческом было написано. А? Он уже на греческом было написано. Евангелие от Матфея на арамейском. Не на греческом. На арамейском. На арамейском. Кто перевел псалтырь? Не беда, что вы не знаете. Беда будет так, когда вы не будете хотеть знать. Человек один не может все знать. В моих книгах это говорится. Герасим Петрович Павский. Эти книги он перевел. Павский. Это такой был знаток еврейского языка, что для евреев он писал учебники для школ. Учебники пишет человек, это профессор, филолог, который знает язык от первого до последнего. Дальше. Профессор Хвольцин Давид Аврамович, крещеный еврей, доктор филологии Лепсевского университета. Про Александра Мения слышали? Вот у меня 20-я книга, это мои беседы с ним. Мы беседовали, теперь она на пленку записана, а с пленки теперь в Word перевели. Но он еврей. Он работает с оригиналом с еврейским. Я говорю, отец Александр, а вы можете вот так переводить, как Хвольцин? Он говорит, да вы что? Разве сегодня таких просто нету? И сегодня какие-то там библейская лига берутся переводить, потому они развалились, они посигнули на священное. Поверь, Игорь, никогда никому не отдавай предпочтение, как синодальному переводу. Четыре духовные академии переводили. Один из присутствующих в синоде был посвящен принятию того, что здесь есть. Наш перевод синодальный, который вы все имеете, который Евангелие есть, один из самых лучших переводов в мире. Ты просто затвердись на этом. Если не веришь, сделай сравнение. Я делал сравнение на разных языках, считал. Нет этого. Я разговариваю с теми людьми, которые знают. Он говорит, я начал читать по-русски и вижу, это далеко от того, что у нас есть. Это не просто были знатоки, а особые харизмой обладающие. И поэтому с той горой за русский перевод, все на дальнем переводе. Его все имеют, 50-ти баптисты, все, которые находятся на территории России. И просто не позволяйте кощунствовать. Я читал это мига, которую переводили. Тем более Касьяна и епископа, я его насчитал. Ну, просто для знания. Но нигде я его не употребляю. Легко идет человек на эту перемену, который не знает ничего наизусть. Как я пойду, когда я наизусть его знаю? Оно у меня просто не проходит никак. Ну, вот у нас так же. А который ничего не знает, ему разницы нет. Мы знаем наизусть. Нам сложно. Все равно современный перевод. Но мы читаем, сравниваем. Нет, ну вот как ты говоришь, да? Но все равно, если мы знаем наизусть современный перевод, не надо. Святая Библия. Откровение Божие. И вот когда мне дали Библию, это было 27 сентября 62-го года. А хозяев вышли в другую комнату. Михаил и Анна. Я считаю, а я всегда находил безбожие книги, где о Боге я выписывал себе. Но глава стих, что за цифры, я не знал. Мне никто не говорил. А я их выписывал. И знал, что вот эти слова, они непобедимы тем, кто нападает на них. А что это атеист нападает? А вот эти слова из Библии я не имел. У нас не было. И когда мне дали в руки Евангелие, и они в другой комнате были. Когда они зашиты, ну, допустим, через 20 минут, я уже был готовый христианин. Я склонился, и как будто я всю жизнь считал Библию. И слова эти не буковки, а мне как голос какой пролился. Это от Бога. Я не мог слез остановить. Господи, Ты со мной заговорил. И я принимаю это не от Матфея. Это Бог, Духом Святым нашел место, куда вложить. И оно зашло, и нашлось точно в притертом состоянии. И перешло на руки, на сердце, на глаза, на все. Это мой Бог со мной заговорил. Мы должны просто понимать, что с нами Бог говорит по такой любви. Таким языком, чтобы оно воспринималось со нами. Я могу с вами сейчас трансцендентальным языком заговорить, как будто по-русски. Вы ничего не поймете. Это такое абракадабра. Я говорю самым простым языком. Про меня писали статью, говорит, качество Лапкина в том, что самые сложные вещи. Он преподает таким языком, что неграмотная женщина их поймет. Вот в этом наше искусство. Господь всегда говорил простые вещи, простые сравнения. Есть Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. Самая короткая притча. Царство небесное, подобно закварски, которую женщина взяла, положила, в пример умыти, доколе скисло все. Толкуй. Слушаю. Но разве это хорошо, руководителю так отвечать? С сегодняшнего дня, дорогой Игорь, ты это не можешь сказать. Ты открываешь первый том и считаешь. И твоя душа будет такая ликующая, что ты обратишься, вас как звать? Люба. Люба? Это вот ты скажешь, Люба, иди хоть на минутку вместе прославим Бога. Какое чудо нам Бог дал. Ни одного местописания у тебя не будет вот этого вот. Ты открыто будешь считать, и все только будут спрашивать, а что это с ним взялось, откуда это он все знает. Я знаю пресвятеров, с которыми это было. Откуда узнал? А ты не бойся сказать. Есть Евангелие с толкованием Семенской Церкви. Может, слово православное у нас же не говорит. А когда люди это поймут, они у тебя будут просить. Вот каждое слово, до единого слова, все изъяснено. Три меры муки, допустим. Взяла закваску. Что значит закваска? Закваска в данном случае душа человека, это женщина, душа человека, которая берет слово Божие и положила в три меры муки. Почему не в четыре? А вот слушай. Слышанное слово попадает в уши. Не в глаза, не в рот. В уши. Это первая мера. Ну, говорит, ушами слышите, говорит, и не разумеете. Дальше оно не прошло, перекрытое. А второе, отсюда должно перейти на сердце. От ушей. Ну, когда я уверовал. Но вера без дела мертва, теперь отсюда должно перейти на руки, на ноги, на все члены. Вот и все. Ты должен услышать, поверить, исполнить. Из этого состоит Царство Небесное. Вера от слышания. Ну, ты согласен. От слышания от Слова Божия. Вот тебе закваска. А если человек услышал, говорит, ну, нерастворенная вера не принесла благодать слышащим. Так? Римлян говорит, значит, нужно, чтобы сердце растворило. Да так. На каждое слово отвечай. Аминь. Говори, Господи. Слушай, это раб. Мы когда молимся, ну, мы отдельно молимся, может, вам не подойдет это. И мы в конце вот так все простираем руки и говорим, Господи, говори, соединю мою молитву с молитвами всех святых на небе и на земле. Соединю мою молитву с молитвами тех, кто молится о благе для меня. И прими мою молитву о всех, кто просил о них молиться, кто ждет исполнения. А далее, говори, Господи, слушай, раб Твой, и мы молча стоим и прислушаемся тонкому голосу, веянию тихого ветра. Что мне Бог скажет? И тогда это принимаем. На каждой молитве мы останавливаемся и прислушиваемся. В духе истины Бог ищет покойный. Православные этого не знают. Поэтому для православных мы нередко чужими являемся. Но глядя на нас, они понимают, что это именно то. У нас в храме, когда люди заходят, за 7 минут до начала богослужения, встали, никто не передвигается. Все, замерзли. Не крестится 7 минут мертвой тишины. Мы молча благодарим Бога за эту неделю. Чтобы служение нашего священника было огненным в духе святом. Чтобы душа наполнена с любовью и светом неизреченным. 7 минут. Через 7 минут открывается алтарь, начинает священник говорить, тогда уже аминь. Мы ничего не добавили, мы просто вернулись к истокам. А на нас смотрят, как баптисты, как называют. Согласен. Как угодно называйте. Но душа должна иметь доступ к голосу Божию. Слышать это. И маленький ребенок, он тоже на молитве прислушается. Я однажды слышал такой рассказ. У отца много детей, вот как у вас, благословенно будет ваш дом. А кто-то пришел. Отец молится. Папа читал Библию. Девочка сказала, папа готовится к проповеди. Нельзя трогать. А потом кто пришел, говорит, посмотрите. Папа освободился. Папа молился. А сейчас он слушает, что Боженька говорит ему. Его трогать нельзя. Отец после молитвы склонился на коленях и стоит и ждет. И вот Бог положил на сердце. А как положил? На столе журнала «Огонек» посмотрел. «Смену» посмотрел. Другие журналы. О, 10 минут до службы. Что Бог положит на сердце? Да что он тебе положит из-за конькета? Ты за Библией проведи времени в 10 раз больше, чем за столом. И ты увидишь, что он тебе положит. А если только журнальщики разные считал, да еще фильмы какие-нибудь посмотрел, там ложить не буду уже. Оно переполнено и уста, говорят, от избытка сердца. И это нужно завести не завтра, а сегодня. На молитве все вместе. Иначе человек будет изгоем. Ну а вы как? Допустим, я сегодня принял ваших детей в лагерь. Я бы принял все бесплатно. Далековато. Слишком дорого. И вот прям завтра я бы их принял. У меня все возрастные группы есть. И завтра они у меня вставали все в 5 утра. В 5. И целый день они. До завтрака у нас в первую очередь мы сходили, воды принесли. Дальше молитва, чтение Слова Божьего с толкованием. Дальше работа, пили дрова, вода. В 8 завтрак. После 8 распределяется на работу. Через каждые 45 минут или купаются, или качаются. Потом опять работа. У нас все вышищено, вылезано везде. Вот такая вот маленькая, где она была тут? Крохотунка ушла. На кресле спит. Туда она где-то? Да, он легла на кресле. Сморилась. И она будет работать, травинки рвать. Она тоже помогает. А? У нас тоже все помогают. Но помогает это не то, что помогает. Ей определенный участок дается. Она знает, это ее место. У меня были, которые не хотят работать. Не хотят работать. Во время еды он сидит напротив стола. Стоит. Так он стоит, ревет и говорит, хочу работать. Не есть, а работать хочет. Ему дается отдельно работать. Или ребенок. У меня, ой, живот болит, я не могу работать. У меня скамейка там длинная. Пожалуйста, садись там. Тебе легче будет. Но запомни, играть ты не будешь. За столом ты не будешь. Целый день будешь сидеть. Да вроде не болит уже у меня. За стол надо. Все. Не надо ничего больше наказывать. Вот один раз, два раза ты ребенку хитро снял все. Дальше наливается в общее. Это формируется новая душа. И поэтому родители так удивляются. Какой ребенок он вообще вне, как будто этого мира, не видел ничего. Сестренку там долбит. Бабе не подчиняется. А тут подбежал, маму целуют. С отцом разговор. Они его не узнают. Да Валера, ты ли это? Притом это ежедневно и постоянно. Мы делаем четыре раза в день разборку. Кто кого обидел. А жаловаться нельзя. Он ее обидел. Она маленькая. Но она должна сказать ему. Петя, ты меня обидел. Пойдем к старшему. Он не идет. Тогда она имеет право пойти. То есть заявление написать, куда следует. Он обидел. А бывает заперся и не соглашается. Не сознается. Я над ним понимаю руку. Над тобой наказание. Сознаешься, нет? Наказать не могу. Но запомни. Ты попадешься и тебе 10, 5. Я тебе все верну. Трое против него свидетельствуют. А он нет. Он не соглашается. Не сознается. Я его не накажу. А как наказывать? Наказания очень много. Вот у меня девочку привезли. А ей, наверное, лет где-то 7 было, 8. Она дома сама корову доет, молоко возьмет, на трассу выйдет, Новосибирск-Барнавол, продает шоферам, чтобы купить хлеба. А мать запилась. Что с нее спрашивать? Она с бабушкой живет. А ее привезли у нее в Шиво. Ну, ребятишки-то узнали, и один ее обозвал в Шиво. А мы в этот день ее обработали, сам обработку сделали. Ей обидно, она пришла и заплакала. Ее в Шиво. Но для ребенка это... Ну, понимаете, это же ребенок, уязвимость души. Так, кто обозвал ее? Ну, еще с вами. Алеша. Алеша, выйди сюда. Посмотри, вот найди у нее. Вот он ее начинает. Нет ничего чисто. Вот, Алеша, тебе наказание. С сегодняшнего дня ты все время будешь с Ирой играть. Ты будешь сегодняшний день защищать ее. Понимаете? Это другой уровень, нежно я бы взял, да отхлестал ее как. Или, ну, бывает ребенок, который не соглашается с чем-то, там, против девчонки. Вот я говорю, я ставлю ее, вот такая ставит. Ставит сюда. Сколько тебе лет? Она говорит, пять, да пять с половиной. Ну, я говорю, посмотри. Ну, уже ее сегодня, уже сегодня видно, какая она красавица. Она статью всем вышла. Ты же вокруг нее через восемь лет винтов будешь ходить. И как ты смотри построну? Стоит, закрылся. Садись. Ему нужно до души дойти. Ну, ее сразу, видать она, какая у нее стать, какая у нее улыбка. Я говорю, сегодня, говорит, на форум уводи. А ты ее обидел. Там, ребенок-то бывает, ей пнул и ударил. Ты же понимаешь, что ты сделал. Вот как я сорок лет начальник детского лагеря. Сорок лет, это тысячи детей были подняты. Без помощи государства, ты учитываешься. Обслуга этого, тот воспитатель стоит. Никто ни рубля не получает. И я никто. Почему? Мы любим Христа. И где бы, что ни сказали, это тоже, сколько работал работником в лагере, а этот постоянно там, Бог, мой Бог, переделал мою душу. Он ее иной сделал. Он сродил меня со всем, что окружает меня. И мы детям однажды внушили, а он старший не понимает. Ну, делает по-своему. Найди дорожку. Поставь его перед фактом. Ты нарушитель всех. У отца есть власть заявить правителям города о твоем непослушании. Сын мой мод и пьяница. И что? И в этот же день побьют его камнями. Сегодня не побьют. Тебя ад ждет за это. Огорчающий отца и мать. Вы знаете как? Какое наказание им будет? Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Никаких таблеток не надо. Ты будешь долго жить. У тебя будет разум, честь. Напоминай ему. А огорчающий отца и мать умрет рано, и глаза его выплюют вороны дольные. Притча Соломона. В ребенка просто надо нам вмонтировать вот эти слова, и чтобы он их повторял и знал. Глаза для воронов приготовьте. Попросить прощения, не завтра, а сегодня перед сном. У папы огорчал, у мамы, обними его, поцелуй и поклонись ему в землю. Так положено. Даже мать Соломона пришла и поклонилась многие ему. И больше никогда этого не делай. Какое горе, когда потеряет человек родителей, и на память будет приходить, а ты его обижал, этой обидой ты наносил ему рану сердечную. Ты сокращал его жизнь, ты сделал соубийство фактически. А ты даже этого и не знаешь. Я не конкретно говорю кому-то, но просто это ребенок должен понимать. Он дал тебе, родитель, жизнь по повелению Божьему. Мать тебя родила сегодня. Знаешь, за перестройку в России убито. 120 миллионов абордов сделали. Это государство огромное. Как же не потерять его? Мы будем готовиться к молитве ночной. Вы-то как молитесь, мы не знаем. Мы можем просоединиться. Нам нисколько не странно. Мы ходим в собрания, в активисты, в пенсиотников. Нас ничто не смущает. Но когда мы молимся, кого-то может там и смущает. Ну, мы православные. Мы изображаем на себе честной и животворящий крест, орудие, которому сатана был разбит. Кровью креста его послание говорит. Не Христа, а Креста. Крест это жертвенник. Там был жертвенник, на нем негненок. Есть крест, на нем агнец Божий. Это жертвенник. А написано, всякий, кто прикасается к жертвеннику, освящается. Поэтому тут все стоит на месте. Мы не призываем, давай кланяйся к кресту. Мне говорят, что бы вы сделали, ну, допустим, я имею власть, епископ или патриарх. И обратились бы баптисты, писятики. Как-то быть нам вместе, что бы не против. Но скажут, мы согласны. Но только чтобы у нас икон не было. Иконы не спасают, пусть не будет. Главное, чего вам не хватает, истинного священства. Это я уже конкретно говорю вам. Истинное священство, то, которое идет от апостолов. Апостолов в руках положили епископов, епископы других, и так до наших дней. Если существует где-то разрыв ни от кого, это все выдумка и самозванство. Дофана, Верона и Кореи хотели, и жильем в ад пошли. Чтобы этого не было. Поэтому моя непрестанная печаль, Павел говорит, о родных мне по плоти из революционных. У меня постоянная печаль о всех, которые не в православной церкви. И не за то, что у вас там нет мощей, нет ризы. Да никакого значения этого нет. Нет рукоположения. Нет рукоположения настоящего. Нет таинства. То есть воспоминания. А здесь тело и кровь должна быть, которые дают жизнь вечной. Это не воспоминания только. Сие есть тело, сие есть кровь моя. Вот это центральный вопрос, который нас разделяет. Где нет рукоположенного паства, то нет церкви. Просто собрание, как вы назвали, общество распадающееся. Церковь была и будет до скачания века. Она образована не 10-20 лет назад. Вот есть новая жизнь. Мы посетили. Я говорю, а когда вы возникли? Ну, знаете это конкретно, когда? Ну, мы от апостолов. Запишем давайте. Вы от апостолов. Я был у баптистов, они говорят, мы от апостолов. Писятники, мы от апостолов. Но баптист 1-й в 1609 году Жилан Смит был. Но не в 1609-м Христос церковь основал. Он говорит, основу церковь, создам церковь. И врата они одолеют. А какой церковь он говорил? О которой вы через 16 веков? Или сказал, все с вами в осенне до скончания века? Ну, мы должны поставить здесь точку. Так вот, ребята, обман не приветствуется Богом. Ложицы в озере Огнено будут. И вы должны сказать себе, что мы образовались 20 лет назад. Я вам назвал город, Джерси, где это было. А откуда вы это знаете? Ну, просто я знаю. Я знаю, считаю литературу. Ну и не церковь. Вот и все. А чтобы быть церковью, должно быть рукоположенное священство. Пока нет рукоположенного священства, это не церковь. Откуда, знаете, Деяние апостолов 14.23? И рукоположил пресвитеров к каждой церкви. А зачем рукоположить? 1.5 к Титу. Для того я тебя оставил, чтобы ты довершил недоконченное, поставил пресвитеров. Значит, оно недоконченное. А Павел бы пришел, Тит. А там уже стоят пресвитера. Он признал их? Конечно, нет. Нужно помнить, что все ветхозаветнее было тенью будущих благ. Тенью. Так вот, ветхозаветнее левее священства, Оно не могло быть из другого колена, из Иудина. Никогда. А Новозаветнее по чину Минадхиседека от Христа идет. И написано, с переменой священства должно быть перемен на закон. Не с отменой священства. Это вот, это самое из центральных, о чем мы говорили. А возможно это? Да, возможно. Практически, практически так. Вы начальник, другой, старшему, вы должны к этому прийти, к нам не сказать. А давайте мы пойдем к епископу. К какому? Есть пять. Ну, неправильно это, но я назову это. Это ветвей, которые идут от единого корня. Это православие во всех его направлениях, где церковь есть. Старобрящество, католическое, григорино-армянское, копское и свирское. Все. Вот это обрамление границы церкви. Дальше уже ничего нет. Это те, которые от апостольских времен сохранили рукоположение, хиротонию. То есть, что мне не нравится православие, ваше право, пойдите католикам. Чтобы они рукоположили вам минимум двух епископов. А эти рукополагают, перерукоположат, и вы будете иметь полную силу благодати, совершать таинство, ну и все, что требуется в церкви. Я обязан это сказать. Ты скажешь, а я это не принимаю, меня это уже не касается. Ты мне сказал, я принял, не принял, но ты сказал, ты направил слово, а я его, говорит, бросил за себя. И Бог с меня взыщет. Мои слова понятны? Все. Пусть нас ничто не разделяет. Мы хотели сегодня, а завтра будет поздно, чтобы вы спели, нам и записать хотели. Хоть вот это, которое у вас там есть стихотворение, мне очень понравилось. Давайте. Какое? Душа без бога, счастья не имею. А это Игорь один поет его. Ну, пусть один. А с семьей? Посмотрите, которая коров, поете себе вместе. Это нам будет на память. Давай совершенствовать. Мало того, мы потом в интернере даже выстоим. Потом мы отойдем на молитву и разойдемся спать. У вас тут свету нету, да? Есть. Ключи. Ой, не, не туда. Пускай горит везде свет. Не туда. Да, ну туда включи. Ну туда включи. А вы туда уже сядете. Поближе подойдите, чтобы голос был слышен. Надо ближе подойти. Издалека не надо. Мало того, кто подойдет. Не надо. Совершенство поет, поем? Да. Да? Да. Или что, Любаша, или что ты предложишь? Пое ли, Господу. А? Пое ли, Господу. Давай, пое ли, Господу. Ага, так я его забыл. Я кое-то же не жакал. Сейчас. Давай, Совершенство. Пое ли, Господу. Пое ли, Господу. Подожди. Катюшка, ты мне тут немножко, это... Опа. На провод кто-то из вас выступил. Там осторожно. Раздюши. А еще там достали, чтобы... А после... А после... Угу. Угу. Все. Все, все. Все. Все, все. Ты же сам, ты же можешь... Угу. Угу. мы а а а а а а а а Ой, Аллилуйя, Господи! Ой, Аллилуйя, Господи! Господь простил нам все грехи. 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 Творец наш Тебе, Творец наш Тебе, Творец наш Тебе велик. Воздайте славу, Господу! Воздайте славу, Господу! Воздайте славу, Господу! Ой, Аллилуйя, 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 Господу! Аллилуйя, Господу! Аллилуйя, Господу! Аллилуйя, Господу! Аллилуйя, Господу! И ни в то другой больной душе Молиться Богу надо, В котором мир и счастье, и покой. В котором мир и счастье, и покой. Да Бог велик, и все пред Низ молкает. Вселенная трепещет пред Творцом, И все, что в жизнь душу разделяет, Уже давно искуплено Христом. Уже давно искуплено Христом. Открывший путь всем людям без изъятья, К истоку вечной милости Своей. Небесные отцовские объятья, Он ждет своих заблудших сыновей. Он ждет своих заблудших сыновей. Душа без Бога счастья не имеет. Спаси Христос. Спаси Христос. Слава Богу. Все, ладно. Ну, где-то какое-то место покажите, где у нас свои постели. Еще одна песня была, но вот, к сожалению, Очень, да, но она вот у меня, как сказать, на этом, есть на флешке, по-моему, да, и на компьютере просто там. Ну, если вам нравится, вернее, я в кае, называется песня. Это, вообще, песня ты написал Александр Барыкин? Так, знаешь? Александр Барыкин написал. Концерт у него есть такой. А какой Барыкин? Это певец. Александр Барыкин, какой? Какое время он жил? А вот он умер, вот он. Он умер, он только недавно. А что-то другое, есть стихи, Дори Витсона еще тоже Александр Барыкин. Ну, вот он, его там тоже песню там написал, кают все, ну. А веру, что-нибудь, пускай, за свистя свят ли я, я каюсь, 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 нет грешника, грешни ли. Ну, я, а не есть, наверное, сборники, у нас есть сборники, да? Мы тоже сборника поем многие песни. Ну, ладно, тогда, если ничего нет, чтобы не тревожить. Ну, ладно. Так, покажи вам, Маша Фридорчич. Мы тоже поем ангелы в небе. Давайте вместе стоим. Меня оттуда выгонит, я пошел. Да, у вас без певцов только, наверное, есть. Мы в отдельной комнате помолимся на кухне там. Ну, а что, давайте все вместе помолимся. Я, знаете, еще, Игорь Тихонович, хотел вас вот тоже перед братьями, у меня такая мысль была, еще когда только вы позвонили, чтобы едете. Вот. Хотел вас попросить, чтобы вы, как сказать, благословили меня. Безусловно, больше. Я не священник, я уже благословляю вас, но я не могу, как в церкви, чтобы... Нет, просто вот помолиться, да. Молиться, молиться, благословение, да, да. Все вот так вот. А, у вас нет такого? Нет, я не священник. Видите, больше, как не священник. Он может благословить, он священник. А как не священник? Ну, допустим, у вас община есть? Ой, я, понимаете, чест всего, такая ефрейтор. А он полковник. Он имеет... Ну, это я образно говорю так. Понятно. Я не могу. А мне любезные люди, которые уходят. Я тогда уже... Он уходит, я говорю, ну, ладно, Бог тебя благословит. Я считаю, что я просто подружески так рукой махну. Понятно. Я не могу превысить полномочия. Но словами моими мы благословляем друг друга. И мы о вас молимся. Вы всегда будете с нами теперь. Спасибо. Куда бы мы ни поехали, дома ли молимся. Ну, хорошо. У нас община молитвеста, мы много молимся. Получаем ответ. Пожалуйста, давайте мы... Ну, мы встанут, мы как бы присоединиться. Мы коротко, когда дошло бы... Да. У нас есть молитвы. Знаете, я сейчас скажу, минуточку, пока Санкт-Петербург. У нас такое правило, что в пятницу вечером с шести начинается суббота. Ну, церковное все. А в воскресенье вечером уже начинается понедельник. Такого суббота-воскресенье на колене не становится. Это правило. Почему? Потому что суббота чтится как синимый день, и в воскресенье Христос восстал измертым. И даже великий пост, колено преклоненное, молитв нет. Вы это же не знали? Для нас это будет... Ну, просто неплохо, что знать. У церкви есть распорядок, который сможет... Почему он деляет в среду пятницу постный, даже в молостный день? В среду Иуда делал заговор, а в пятницу он его предал. Христос был распят. Мы молимся, мы можем помолиться, но как вам... Вам будет это приемлемо, как вот вы молитесь? Нет, ну молитесь. Девочки у нас надевают всегда платки, я сказал. У вас это трудно надеть, платочек? Попробуйте мне раз. Мы совершим не полное правило, а кратко, где мы молимся своими словами, то, что вам не приемлемо. Но три поклона, мы просто скажем, как это у нас начинается, начало молитвы. У нас молитва более продолжительная, и всегда... А это тоже? И всегда сто поклонов на каждой молитве. Но мы здесь делаем только три поклона, никого не положим. Хотите больше, ставьте, идите рядышком. Мы как-то в одном направлении висок висок делаем. Боже, милости будь мне грешными, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Отец наш Небесный, Бог Иегова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Савао, вся земля полна, слава Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле мир и в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю, Господи, Тебя за тот день, когда Ты даровал чудный дар веры. Благодарю Тебя за тот день, когда вручил мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Приготовь нас всех к встрече с Тобою. О, Иисус, Единородный Сын Божий, умерший за наши грехи, хвала Тебе. Мы просим Твоего благословения на этот дом, на всех живущих здесь, чтобы никто не оказался опоздавшим, но все мы вовремя пришли к желаемой пристани, к Царствию Твоему Небесному. И чтобы в день смерти, когда душа будет разлучаться от тела, добрый ангел-хранитель сопровождал наши души. Ты благословил наш путь в эту поездку. Мы просим Тебя, Господи, пошли добрых миссионеров, знающих Слово Твое, не ищущих Своего, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Слово наше да будет приправлено солью. О, Господи, найди наших родных и близких, еще не познавших Тебя, благослови правителя Владимира, Дмитрия, Барака, но веди страх Твоя на них, чтобы они знали, что над ними есть Ты, царь старствующих и Господь господствующий, вразумли священство, препятствующее благовестию, пробуди эту несчастную страну, которая не знает Тебя, будь милостью к еврейскому народу, пошли к нему миссионеров засвидетельствовать о истине Твоей, чтобы они приняли благословенное Тобое Тебя, Бога истинного, Спасителя мира Иисуса Христа, и японскому народу, даруй добрую землю, так многое пропадает здесь, дабы они могли услышать благую весть о Тебе, о Иисус. И в эту ночь мы просим, защити нас от пожара, от воров и от нечистой силы, дай телу, сон, душе покой, от страха ночного избавь нас и услыши молитвы всех молящихся о нас. Ты благословил наш ход в этот дом, сохрани, защити нас всех и благослови выход. Имя Твое да будет прославлено в жизни нашей. Наполни сердце нашим благодатью Духа Твоего Святого. Мы дети Твои, Господи, избранники Твои. И мы просим, не дай нам уклониться ни налево, ни направо, но во всем видеть всевовущую руку Твою. Хвала Тебе, слава Тебе, счастье и поклонение за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо большое. Там есть, да, постели? В Москве постоящее. Постели? У нас один день, когда мы не торопимся, потому что мы все равно спасли успеем. Если даже встанем пять, то нас будет два. Нет, вы не знаете, игорьич. Братья, вы можете встать пораньше, то есть можете выйти, а вы хотите отдыхать, да? Все, отдыхайте тогда. Я часов шесть стою, поэтому нормально. У нас не принято рано обед, но у нас обстановка такая, что иначе нам дарю сейчас не придется. Мы немножко перекусим, и тогда мы расстаемся. У нас все спят нормально, то есть, если даже вы встанете, будете там готовить что-то. Нет, и готовить мы не будем, у нас что есть, то есть. Да, мы как бы это... Нормально. Чтобы закрыть вороты. нет, я часов шесть стою нормально. Будильник можем поставить хотя бы на полшестого? Хорошо. На полшестого? И разбудить нас всех. Мы сегодня будильники свои можем даже не заводить, но определенные. У нас на полшестов разница с того времени. Хорошо. Хорошо. Так, у меня одно слово хочу сказать. Хотя бы что на это сказать? Хочу сказать одно слово. Любовь. Любовь. Вас не обидеть. Вас погиб. Сказать одно слово я просто обязан. Скажите. Это, ну, я гость, я как бы и не имею права. Вы видите, у вас здесь много, мы видели, мусульман ходят. Вы видели, как они одеты? Видимо. Мы сегодня только об этом говорили. Чтобы никогда девочки не надевали брюк, как не ходили. И вот эта вот грудь у них всегда, вот она, ошейник, видите, воротник, вот как закрытый. Вот эти вырезы устранить. Потому что самая ценная у женщины грудь. И ее, это как сокровище, самое ценное, нужно охранить. Никого не допускать. Это сокровище принадлежит тебе и твоему избраннику. Это нужно с малых самых лет. Вот так вот воротничок сразу сделать, целомудрие никому еще не мешало. Отец, ваши девочки красавицы, хороши. Сохраните их целомудренными для Бога. Хорошо. Вы только не обидитесь, потому что, понимаете, это наша жизнь. И нас много мусульман, и мы видим, они надень сестра хиджаб, надень они у нас вот где, в картинах, которые там, вот и на молитве, так-то они бегают. Но грудь должна быть закрыта. Почему? Потому что это наивысшая ценность, ну, на что враг посягает больше всего. А хозяинам за этим наблюдать должны быть. Понятно. Понятно. Спасибо.